Снюс это вид некурительного бесстыдного табака, основным компонентом которого является никотин. Вот в одном таком пакете в Снюсе содержится никотин в 5 раз больше, чем в обычной сигарете. Поэтому, когда производители утверждают, что с помощью Снюса вы сможете бросить курить, то это неправда. Более того, многие специалисты утверждают, что психологическая и физическая зависимость от желательного табака намного сильнее. Избавиться от нее крайне трудно. Снюс, который мы совершенно свободно приобрели в одном из магазинов Саратова, вовсе не жевательный и якобы бестабачный. По крайней мере, так заявляет производитель. Таким образом, запрещенный в России с 2015 года табачный Снюс вновь появляется на российских прилавках под видом жевательной бестабачной смеси. Обходя закон, производители убирают из названия запрещенные вещества и предают их всем, причем даже подросткам. Раньше был шведский, вот так и в Швеции все в основном снюс кидали, но у них он с табаком. У нас как бы нельзя продавать с табаком, так что он запрещенный. И русские просто сделали без табачи. Есть вот такие зеленые пакетики, он как бы на травах сделан, а здесь белый, он на целлюлозе сделан. Он нереально помогает бросить курить? Существует много снюсов разных по крепости, по вкусу, брендам и граммам. Состав один – никотин в высоких дозах, вода, соль, целлюлоза и канцерогены. Первичное употребление снюса может показаться кому-то почти не опасным, но это ошибочное суждение. Прием сосательного табака способствует спазмам и сужению сосудов, онкологической патологии полости рта и органов пищеварения, развитию ишемической болезни сердца. Однако обо всем этом те, кто продвигает пакетики с никотиновым ядом, вам не расскажут. А у него вред какой-нибудь есть? Наверняка есть, просто не могу сказать. Ну, со слизистой может быть что-нибудь. Еще одно новомодное увлечение появилось среди российских подростков – снифинг. Процесс вдыхания газа из баллончиков для заправки зажигалок или самих зажигалок. Снифинг уже вербует адептов, которым ГУД-2 исполнилось 10 лет. Мы не будем показывать страшные видеоролики из интернета. Где российские подростки забавляются, вдыхая газ. Скажем лишь, что эта забава несет смертельную опасность для снифера. И даже если после первых экспериментов он остался жив, в будущем это ведет к серьезным последствиям. Смерть наступает от того же, что и при отравлении газа. Острая кислородная недостаточность, гипоксия, потом остановка сердца. За последние годы в России из-за этого модного развлечения погибло десятки детей. Тысячи нанесли непоправимых вредственным здоровьем. Проблема новых увлечений молодежи обсуждалась на совместном заседании комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике, региональной общественной палаты и федерального проекта «Трезвая Россия». Здесь же вновь заговорили о так называемых наливайках. Законопроект о дополнительных запретительных мерах розничной продажи алкогольной продукции уже принят в первом чтении Государственной Думы 24 сентября. Часть предпринимателей понимает, что это определенная прибыль. Они специально открывают свои магазины, ну допустим, рядом с продуктовыми магазинами или с сетями, которые продают алкоголь, но в дневное время, да, те, кто работают в рамках закона. Получается, одни в 22.00 свою дверь закрыли и ушли, а вторые зажгли витрину, открыли дверь и, пожалуйста, те, кто не смог попасть туда, заходите. Естественно, ночью за алкоголем идет, ну, так скажем, маргинальная публика, маргинальные люди, которые приходят туда либо уже в состоянии алкогольного опьянения, либо, выходя оттуда там же на месте практически у двери, начинают это употреблять, они шумят, они нарушают общественный порядок, покой, не дают людям спать, пристают гражданам, которые идут мимо, да, там многие говорят, что им просто домой идти, страшно возвращаться. Мы здесь видели пьяных, мы здесь видели упавших людей, мы здесь видели умерших людей. Чтоб попасть, чтоб ясу. Сперва. Где участковый, чтобы он просто рейд провел и сказал, господа, уходим отсюда и не сидим здесь. Во всем цивилизованном мире существует подход к торговому алкоголю очень простой. Первое нарушение – это большой штраф, второе нарушение – от отзывов лицензии. Все. Мы все время топчемся на одном и том же месте и не можем решить, разрубить этот гордий узел. А все очень просто. Ну, не получается убеждениями, значит, нужно принимать какие-то кардинальные меры. Мы направили по материалам, присланным нам правоохранительными органами, приостановили две лицензии, действие двух лицензий. На аннулировании сейчас в арбитражном суде находится заявление по аннулированию лицензии о организации, которая называется «24 градуса Сарана». За этот период мы отказали 13 организациям в получении лицензии, так как их объект общественного питания не соответствовали вот этим минимальным установленным требованиям. Если в случае с алкоголем ситуация хотя бы сдвинулась с мертвой точки, то со снюсами и снифингом все намного сложнее. Здесь одними запретительными мерами не обойтись, считает координатор проекта «Трезвая Россия» Евгений Малявко. Для того, чтобы все-таки запретительные меры имели больший эффект, нужно, и мы об этом постоянно говорим, создавать дополнительные условия, создавать альтернативу, здоровую альтернативу, привлекая лидеров общественного мнения, спортсменов, творческих личностей, которые показывали, что именно сегодня человек успешный, если он здоровый, человек, ведущий здоровый образ жизни, занимающийся культурой, спортом, творчеством, культурой, активно нужно создавать дополнительное, что уже делала на своем премии, общественная палата показывала, социальную рекламу, в кинотеатрах, в интернет-пространстве, в социальных сетях, где сейчас очень много молодежи сидит, конечно же, да и по улицам города на баннерах тоже это нужно делать. Основной проблемой, с которой сталкиваются психиатры Евелина Плята, это нежелание родителей признавать, что их ребенку нужна медицинская помощь. Многие, узнав о том, что подросток употребляет, думают, что смогут сами с этим справиться, не хотят выносить ссоры из избы. Да и школьные психологи урезаны в правах настолько, что они не имеют права выявлять, а просто ставят в известность родителям, что с его ребенком что-то не так. Начинает плохо учиться, трудно запоминать. На все вопросы родителей, такой некоторый прессинг родителей, начинает плакать, не объясняет ничего. Портится настроение, перепады настроения. Синева, там синие круги под глазами. Снижается или наоборот повышается аппетит. Нарушается сон. Если ребенок, у него мозг уже стал зависим от одного химического вещества, то в дальнейшем это, конечно, будет рост толерантности, то есть устойчивый. Все больше и больше надо этого вещества для получения того состояния, к которому они стремятся, потому что уже психическая зависимость возникает. И в конечном счете могут переходить и на наркотические вещества, и на любые другие. Если вы заметили, что у вашего ребенка появились вышеперечисленные признаки, не затягивайте. Обращайтесь в детскую поликлинику. Специалисты призывают быть внимательнее к своим детям и всегда быть в курсе их дел. Субтитры создавал DimaTorzok